Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев внес законопроект о выделении 3 миллионов рублей поддержки семьям погибших на Украине военнослужащих. Об этом он объявил на совещании с региональным правительством. К сожалению, мы видим, что спецоперация не обходится без жертв. Мы знаем, что президент своим указом предусмотрел выплаты на федеральном уровне и тем, кто отдал свою жизнь за это очень важное дело, и те, кто получил ранение. Со своей стороны я вношу закон и прошу депутатов Московской областной думы поддержать наше решение по выделению дополнительно еще 3 миллионов рублей тем семьям, где погибли солдаты и офицеры. Важно обеспечить, чтобы все организации в Подмосковье работали стабильно, заявил губернатор Московской области. В условиях действующих ограничений в Подмосковье была проделана большая работа, в том числе по проектам строительной индустрии. О строительстве новых социальных объектов за счет внебюджетных средств подробнее рассказала министр жилищной политики Инна Федотова. В Мытищах с начала года уже открыли два детских сада и один спортивный объект. Также планируется открыть детский сад на 225 мест в жилом комплексе Пироговская ривьера. В ЖК Афродита и Бартон запланировано открытие кабинетов врачей общей практики. До 1 июня должна открыться поликлиника в ЖК Ярославский. Также в области началась подготовка к проведению весеннего месячника по благоустройству. В Мытищах планируется проведение субботников вместе с жителями. Об этом рассказала глава городского округа Мытища Юлия Купецкая. Наши муниципальные службы к этому готовы. У нас 4 организации, которые занимаются содержанием городской территории в целом по городскому округу Мытища и подрядной организации. Все обеспечены и штатной численностью, и необходимым количеством техники. Поэтому полностью к проведению весеннего месячника по благоустройству городской округ Мытища готов. Но самое главное, здесь правильно сказала Юлия Александровна, что нам необходимо максимально совместно проводить субботниками с жителями, чтобы это были не только наши управляющие организации и обслуживающие, но и жители сами выходили и принимали участие в наведении порядка на той территории, на которой проживают. Тогда и результат будет более яркий, более заметный для нас, для всех. У вас очень много квартирных домов, новоселов. Они, думаю, имеют большое желание как-то познакомиться друг с другом, какую-то лепту внести. Программа переселения из аварийного жилья, рассчитанная до конца 2025 года, будет сокращена. Ее реализуют к концу 2023-го. Об этом доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Программа подразумевает расселение домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. На данный момент она выполнена на 30%. Владимир Локтев напомнил, что по инициативе губернатора для людей, которые попали в программу расселения, в регионе ввели новую меру соцподдержки. Это денежный сертификат. Субсидия составляет 84 тысячи рублей за каждый квадратный метр. На эти деньги они могут самостоятельно приобрести квартиру, не дожидаясь, пока расселят дом. За сертификатом уже обратились 908 человек. В Подмосковье также разработали антикризисный план для поддержки агропромышленной отрасли. Андрей Воробьев заявил, что в этом году важно провести посевную лучше, чем в прошлом.